Сейчас мы будем слушать второй доклад. Я надеюсь, он будет так же интересен и выставить так же много вопросов. Роман, вам слово. Может дождемся? Или закрыть дверь? Ну ты начинай, я подгоню. Да. Секундочку. Итак, сегодня мы будем говорить о как можно обрабатывать наши даты с помощью облачных сервисов. Для начала... Для начала... Для начала поговорим о мне. Я группе в компании Nevisolutions, очень люблю спринт, поэтому сегодня доклад будет только о спринке и о его посторонних проектах, основных проектах. Начинаю интересоваться реактивным программированием. Кто не знал, главная печь от пятого спринга — это поддержка проекта Spring Creator. Ну, в общем, как там за релизом, пустя, там, три месяца, по-моему, все вы увидите. Вам лучше рекомендую ознакомиться с данной темой. Но сегодня мы будем говорить о чем-то других вещах. До начала целим, ну, вообще, что такое это брендинг, может кто-то там в Википедии не купил, и почему это проблема. Далее посмотрим, как с этим боролись раньше, как это обрабатывали раньше, посмотрим, какие сейчас стоят задачи, проблемы в 2016 году, и что такое спринт-платы, главное-то на слово, зачем его вообще создали. Ну, и потом на депо посмотрим, как можно нам управлять нашими потоками данных с помощью данного продукта-скринга. Ну, как всегда вначале, нужно сначала поговорить о проблеме. Проблема как бы вот. Примерно через три года объем данных, которые сейчас курсируют по сети, хранится где-то там, увеличится в три раза. Это много. Ну, вроде бы как, все более-менее хорошо у нас, потому что в последнее время Google начал продавать свои сторожи примерно по себестоимости, то есть мы где-то можем сохранять эти данные. Далее по работе с большими выборками, Batch выпустил, как анонсирует, рекламирует свой новый продукт на патч-тест, где вроде как переработаны. Как бы архитектура построения map-reducer, чтобы ускорить эту работу. И вроде как все нормально. Но существует чуть-чуть другая проблема. На самом деле, если взять эти данные и проанализировать, можно увидеть, что только часть из них хранится нормально. То есть в базе данных, либо даже в каких-то анимейлах с определенной структурой. Большинство, подавляющее большинство этих данных, оно не структурировано. Например, в каких-то файлах, которым сложно делать выборку, там нет индексов. Сложно данные доставать, сложно с ними работать. Несколько лет назад корреспондент New York Times провел исследование, где он опрашивал сотрудников, которые работают с Data Science, анализируют данные, строят какие-то вопросы, выборы и так далее, и спросили, с чем стоит их работа. И вот они сказали, что большую часть своего времени они тратят на Data Framework. Что это вообще такое? Это процесс преобразования данных с неудобоваримого формата в тот, с которым можно работать, с которым потом можно строить прогнозы и так далее. И для нас, как для IT-свера, это выглядит как челлендж. То есть мы должны ребятам помочь. Мы должны вот это все количество времени превратить в минимальное количество времени, чтобы люди могли нормально работать. И в 2020 году Spring выпустил такое решение, как SpringXGid. Я думаю, что многие это читали, слышали, возможно даже проходят. В чем заключается концепт? То есть у нас есть множество источников данных, на которые переходят эти данные. Это файлы, какие-то интернет-of-sign, типа устройства мобильные, социал-мидиа и так далее. А эти приходят на определенные поинты. Мы эти данные каким-то образом обрабатываем, сохраняем сразу же в HDFS. Ну да, в ходу сейчас самое распространенное. Такой дейталейн, где эти данные хранятся. А потом в определенном моменте, скорее всего, там мочью, мы запускаем джобы, доски, которые экспортируют эти данные в реализационные базы данных, в другие системы, с которыми потом можно спокойно работать, строить выборки, задачи и так далее. И при этом, вот левая стрелочка, это аналитика. То есть с помощью Rates и так далее мы можем потом делать аналитику на эти данные. И можем сразу. Это так выглядит концепция, если смотреть с точки зрения обычного программистов, то Spring XP это дистрибуки, который мы там скачиваем, он весит около 10 мегабайт. А потом мы заходим к нему, запускаем SSH-батт файл и получаем рантайм. Что мы делаем с этим рантаймом? Мы можем деплоить определенные модули в виде YAR, VAR, VAR, JAR. Но они как бы не совсем обычные, то что мы привыкли разрабатывать. Там должен быть определенный комсик, который рассказывает, как им разворачиваться в данном рантайме. Там должен быть обязательно подключен Spring Integration для взаимодистки. Ну и так далее. Вот. Примерно так это работает. Мы запустили, посолдовали наши модули. Мы затыкнули их туда и делаем эту работу, согласно тому, как мы описали. Что это нам дает в нашем приложении? Во-первых, у нас появляется инструмент для обработки данных и сохранения их в Data Store. Если эти данные приходят с высокой интенсивностью, то станет все вроде бы нормально. Кроме этого, он дает нам аналитику в реальном времени. То есть, аналитика не так, которая под каждый час на устроен репорт. Либо утренний репорт какой-то приходит в сотрудника, а каждую секунду есть обновление данных, есть изменения графики, есть изменения показаний каких-то и так далее. Вот. И, по этому, Экспирь дает нам, как бы, возможность это все что-то управлять. То есть, что-то там подушить, что-то поднять, что-то добавить, что-то на конфигурить, поменять кромки и т.п. и подобное. Понятно, что XD используется не во всех приложениях. А оно обычно используется там, где у нас реально идет работа от исключительно с данными, с большими потоками данных. Тогда, да, есть смысл тянуть этот весь runtime-менеджить, его отдельно настраивать, писать какие-то его аффективы и деплойить в его приложения. Это, как я сказал, уже в 2014 году появились, естественно, ганские геры у этого всего дела, и они там через некоторое время пришлись реальные проблемы. Во-первых, первая проблема. XD то, что не позволяет масштабировать раздайвер. То, что вам показывал Саша, да, когда он на самом скейт сделал минус и, и добавлял его нескольких XD, он не позволяет. То есть для того, чтобы масштабировать его, нам нужно полностью полотрыть наши модули, а потом запустить их с определенным каутом. Проблема? Проблема. Далее. Нельзя как апгрейдить, апгрейдить версии модулей. Это то, о чем тоже говорил Саша, так называемые duplicate deployment, когда, да, вы без перестарта определенного процессора, там, модули и так далее, вы можете подложить в новую версию, по фикшему базе, слово фичи и так далее, а никак это не отразится на потоке данных, которые бежит. Вот. Еще одна проблема. Это то, что вот этим модулем, которые мы деплоим, нельзя задавать специфичный объем ресурсов, которые они должны потреблять. Вот Саша вам показывал, да, что, допустим, в Cloud Foundry это 512 мегабайт по дефолту. Но, тем не менее, Cloud Foundry еще дает возможность, как вы видели, считает эти показания в деплое и так далее. В XB у каждого модуля есть определенное количество памяти, его менять нельзя. Это проблема. Потому что, ну, понятно, что есть модули, которые наиболее мощные, страдают наибольшей загрузкой, им желательно дать побольше памяти, оперативно, чтобы они там сохраняли свои данные и так далее, проживающие, но такой возможности нет. И четвертая проблема, она такая более девелоперская история, которую отметили люди, которые работали с этой штукой. То есть после того, как вы это все задеплоили, там могут быть проблемы. Проблемы с деплоем, с эксепшемом, да, и желательно эту штуку подебажить, потому что это самый простой способ понять, в чем же проблема. И, естественно, парамолу можно подключиться к этому и подебажить. Но в случае XB и в случае деплоя множество модулей это довольно-таки сложно, потому что появляется множество библиотек с разными вещами. Ну, допустим, сегодня мы знаем о патчхомансе, да. Мы их, конечно, не дебажим, но, тем не менее, представьте, что каждый модуль тащится с собой другую версию о патчхомансе, и потом возникает проблема с дебаком. Вот. Спринг, конечно же, проанализировал. Спринг, ребята, конечно же, проанализировали эти проблемы. Ну и какой выход из этой ситуации? Конечно, нужно все это переписать и порешать эти проблемы у нас. Отлично. Это так многие подумали, но спринг — это спринг. Они говорят, давайте поменяем архитектуру, да, ключевые позиции. Давайте для начала уберем понятие «Embedded Modules». То есть, как я уже говорил, в среду исполнения XB, в класс специальных приложений, которые называются «Embedded Modules», вот, в которых есть там спринг-интегрэйшн поддержка, в которых есть специальные конфидии. Я говорю, давайте все это заменим к более привычным нам экскритам, которые все уже используются два года, так точно. Ну, классический пример — это спринг-буд-приложения, исполняемый джан, который мы можем запустить на каком-то операционной системе, да. И они говорят, что вот этим спринг-интегрэйшнам должны быть определенные критерии, да, чтобы можно было их сдеплоить. Во-первых, эти спринг-интегрэйшны должны быть обязательно направлены только на данный процесс. То есть так должно быть, и как UI — это не нужно. Так как мы вроде как идем к микросервисам, там есть задача — обработать данные. Вот они должны этой обработкой заниматься. Далее. Взаимодействие между задеплоенными туда приложениями должно происходить только через месседж-брокеры. Это Reddit, где уже умер, да, Kafka и так далее. Вот. Все они должны общаться через месседж-брокеры. Не должны использоваться прямые ошибки, запросы, как где-то мы уже видели. Все только через месседж-брокеры. Ну, это как бы вызывает редкий параметр, что все равно должно быть event-driven. Без прямых HTTP-запросов. Это было первое, о чем они подумали и что они решили. Далее. Они говорят, вот у нас есть отличный экстрантайм, который у нас разворачивается при запуске .sh или .bat-файла. Вот. Но нам приходится пилить его самим. И нам приходится пилить его самим. И конкурировать с ребятами, у которых профиль — это runtime. Ну, по сути, склону фаунды, да, пасхировку. Другими, которые абсолютные спецы в этом. И нам приходится там код копировать, да, если был open-source как-то. Гнаться за этими фичами, следить, чтобы у нас все работало. Давайте только откажемся от нашего национального и будем использовать существующие платформы, которые уже будут давать эти фичи к себе. Просто напишем к ним какие-то коннекторы, ну, через которые мы будем общаться. Вот. Сейчас есть уже поддержка четырех таких платформ. Первую вы уже более-менее должны знать. Далее — это патч-я, мезус и кубернес. Вот. Помимо этого идет еще разработка над интеграцией с Docker, Spark и Edd. Сейчас едва ли самая амбициозная такая, ну, платформа, да, хорошо с декером работать и так далее. Вот. Ну, и они отказались от своего рантайпа. Оставили только локальную девелоперскую версию. То есть, если хочешь поработать, по-девелопер, под новый их продукт, то можно использовать локальную версию без Cloud Foundry и так далее. Ну, понятно, что если вы только начинаете использовать локальную версию, вы сразу теряете все плюшки словно в Cloud Foundry, с мучной первой, с blue-green deployment и так далее. Вот. Ну, и сегодняшняя локальность, в принципе, я буду рассказать им-то про локальную, потому что сетапик Cloud Foundry довольно-таки нагрузочен для Pache. Поэтому что у них получилось? Вот эта картинка, она, как бы, любезно скопирована с официальной документацией. В центре у нас есть Dataflow Server. Что это такое? Это, кстати, будет приложение. Которое, как бы, подлайки, оно дает вам, ну, как бы, условно, API для работы, да. Свои расплайты, с которыми можно общаться через shell, через утитку UI. Как бы, это не стороннее, как в случае Cloud Foundry. Поэтому решение этого не предоставляет сам стрим. Ну и, понятно, через REST. Вот. Помимо этого, они дают так называемые сервис-провайдеры-эзерфисы, которые после поднятия коллектятся сразу же к вашему развернутому Cloud Foundry, либо Ярму, либо губернессу и так далее. То есть, если вы используете Cloud Foundry с дефолтными настройками, с дефолтными портами и так далее, то при запуске Dataflow Server он автоматически переконнектится к этому Cloud Foundry, и вам, в принципе, почти ничего не нужно будет делать. Вот. Какие типы приложений нам нужно разрабатывать, используя вот такой подход? Ну, как бы, мы можем разрабатывать, используя вот такие подходы. Можно выделить два типа приложений. Первое — это такие долгоиграющие приложения потоков данных, да, когда... Да, когда у нас должно быть поддержка 24 на 7, если мы потеряли данные, то там, хертык, по большому счету, ну, и так далее, они по-любому где-то должны остаться. Для чего я используюсь, ну, допустим, для получения данных с электросчетчиком, да, какие-то еще биржи, ну, классические примеры, да, какие-то биржевые котировки, брокеры должны в реальном времени сразу получать информацию о каких-то там колебаниях и так далее. И второй тип приложений — это Short-lock task, то есть обычно они исполняются либо один раз, либо, ну, не часто. Например, если нам нужно мегрировать два задания, либо нужно мегрировать определенные таблицы с базы данных, мы обычно это запускаем ночью, чтобы не нагружать нашу обычную систему, да, и геймпоинты. В этом случае делать ночью. И обычно они освобождают нам ресурсы, как только мы заканчиваем. Сегодня мы будем говорить только о трём-две приложений, потому что времени не так много. Вот. Ну, чтобы вообще понять всю эту соль, нужно сначала разобраться с концептом. Концепт какой? Концепт строится на трёх составляющих. Если кто-то работал когда-либо с таком фреймворком, сразу увидит это схожим, да. То есть у нас есть Source, у нас есть процессор и Sync. Концепция понятна, да, Source имеет данные, процессоры каким-то образом их перерабатывают, обрабатывают, и в итоге это отдаётся всё в Sync, Sync обычная попытка, да. Спринт с коробки предоставляет уже готовое решение для, ну, как-то, самых базовых, самых часто употребляемых, типа Source, процессоров и так далее. Всё вот это, это отдельный Spring Boot приложение, которое вы можете, ну, подгружать в свой runtime, они уже написаны за вас, то это не нужно их настроить. Если это Source, то есть DPS, 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 DPS файл, ну, в общем, всё, что обычно у нас данные принимают. Если мы говорим о процессоре, то есть InterSplitter, ну, и так далее, отдельно, ну, как бы, о темах хочу рассказать о PMM. PMM — это язык разметки для построения модели прогнозирования. То есть это такой XML-чик, где мы задаём нашу модель, где мы описываем поведение, и, по итогу, после наложения, применения этого PMML-документа на наши данные, мы можем получить какой-то оправдан. Допустим, заходит нам какая-то данная по транзакции кредитки. Используя уже готовые знания, да, которым обладает этот PMML, мы можем определить, там, эта транзакция может быть подлинной или нет, ну, и так далее. Это было в одном из демо, в котором мы видели в Vegas. Ну, очень круто всё это выглядит. И вот это один из моментов, который вот реально нужно уже отмасштабировать, потому что все эти записи с файла, считывания, записи базы, вот, на самом деле, они занимают вот так много времени. Много времени займёт вот эта штука, которая делает прогноз. И желательно её, конечно, уже отмасштабировать, чтобы, допустим, у нас четыре инстанса занималось процессингом параллельно всех наших данных. Ну, и как симптом, это может быть файл. Ну, чаще всего, конечно же, это будет какой-то ходу. Ну, и блок файл. Вот. Если мы вдруг хотим написать какой-то свой процесс, да, да, то что-то. Дает спринг, конечно же, не всегда вдруг достаточно. Всегда есть какие-то бизнес-задачи, которые нужно решить именно по заказчикам. Вот примерно так это будет выглядеть. Понятно, что это там отдельный микросервиз, отдельный спринг-пут приложения, микросервиз, демитный сервиз. Что здесь нас интересует? Ну, во-первых, смотрим вверх. Залейный байдинг. Аннотация спринтовая, которая включает там коммуникацию с месседжброкером. Как определяется месседжброкер? Допустим, ну, как определяется? Если вы подключили в dpdc-rated, и этот жарник попал в класс-пасс, то спринг поймет, что у меня здесь рейдинг, значит, мне нужно идти на порт 15672. Если же у меня торпетях лежит другой порт, значит, я пойду по другому порту искать рейдинг. То же самое и с каской, да, и другие месседжброкеры. Вот эта штука включает, по сути, коммуникацию с этими микросерками. Далее мы указываем, как бы желательно, да, property class, который позволяет настраивать наш процессор. Очень удобная штука — это вот использовать property enable configuration. property с анонасом. Которая дает нам поддержку типизированных данных. Потом, когда мы будем смотреть на рандайл наш, там прям будут посвечивать какой тип данных, какой property, чтобы мы без заглядывания входа уже это все могли увидеть. Тейлер чуть заметит, что со спринка 4.3, если вы инжектите через конструктор, то та своя отдавая мне нужна, сам все отдавая. Спускаемся ближе, event drive-a-store. Ну, что это имеется ввиду? Что вот этот метод должен принимать данные в процессорнику и должен их отправлять дальше. Так как это процессор, значит он и собственно принимает данные, в процессорнику и финансенко отдает. Ну, вот здесь как бы показано, что этот метод будет принимать и отдавать. По итогу, как бы, да, уйдет там обдавленный payload. Но вот эти все аннотации, да, stream-list, route-put, это просто, ну, как бы, надстройки, да, созданные из писателя, вот, sprint cloud stream, аннотации, которые оборачивают в себе sprint integration, там обвернутый классы message channel и так далее. То есть, если кто-то когда-то напрямую там работал со sprint integration и с Revit такие условия, то понимаешь, что нужно обязательно определять message channel producer, message channel consumer в этом случае. Так вот, вот эти все аннотации, они в себе эту штуку объединяют. Вот. Помимо обычных вот таких процессоров, есть у них замечательное решение с реактивными процессорами. Кто, я не знаю, может еще кто-то не слышал, в GDK9 собираются добавить 4 интерфейса, в которых описаны, как интерфейс, которые описывают концепцию реактивных stream-o. Курируют всем этим делом такими, поскольку я помню. И даже, если все будет хорошо, они успеют для того, чтобы за интерфейсом сделать одну реализацию. В чем преимущество реактивных stream-o? Главный их плюс, если есть обычная коллекция, которая блокирующая, это реактивные stream-o. Так вот, их основной плюс, это возможность применения механизма back pressure, когда мы можем задавать алгоритм, по которому мы можем управлять частотой наших данных. То есть, если наш реактивный процессор, он слабенький, мы не смогли его нормально промасштабировать, и видим, что он загибается, то с помощью реактивных stream-o приложение может понять, что не нужно так быстро мне с Reddit-а эти данные отправлять. Подожди, пока я обедаю, я сейчас отработаю. Потом, когда у меня эксурсия подошла подняться, там 0 лет, что было, тогда давай меня на полную мощь обслуживать. Вот. И с помощью таких вот типов данных нужно эту штуку делать. Опять же, это все Spring Reader, который в Spring Reader войдет в корневую библиотерку. Я думаю, о нем будет любить вам на всех конференциях, даже, по-моему, в хайпинг данных, что-то такое рассказывали, и так далее. Далее. Про менеджмент. До этого мы смотрели, как создавать, что у нас есть, какие у нас есть Spring Boot-приложения, в котором будут, условно, данные пропадать. Но, как я уже сказал, есть рантайм, которая, так сказать, штука деплоивается. Для начала, для работы с этим рантаймом, нам нужно зарегистрировать приложение. В нем. Есть три способа зарегистрировать приложение. Это указав моего путь, указав путь к файлу, и указав там что-то с интернетами. Если мы говорим о off-mailing, то что здесь нам нужно смотреть? Должно быть великальное IP, должен быть тип, собственно процессор рейсинг обязательно, то есть три типа. Ну, и здесь мы указываем уже схему мобеда. В общем, мобед работает, как мы и привыкли, он идет в локальность, локального нет, а потом идет в mailing, который прописан в сайтинге. Вот. То есть, условно, мы зарегистрировали наше приложение, допустим, зарегистрировали пять каких-то сервисов, дальше вам нужно построить тот самый байплайн. Допустим, ну это простейший пример, у нас есть сервис, который имитит каждую секунду какие-то данные и должен вывести это в свой локаль. С помощью шевалов это выглядит так. мы пишем stream, create, name, tick, definition, ну, что здесь нас интересует. Имя, да, должно быть указательно, должно быть уникальное решение. И определение обязательное. Процессор, да, это типа опциональная штука, то есть, вы можете напрямую из GPC писать ваш девка, да, условно, без каких-либо преобразований, если данные уже приходят, значит, GPC n-point готовы. В этом случае просто не нужны. Ну, обычно не нужны. Далее после этого нам, ну, как бы, мы можем так же указать property, да, с которыми эта штука должна подниматься. Есть два типа properties. Первое, это application properties, где мы пишем, прямо, это видите, в definition, минус-минус, такой-то уровень. То есть, локируем не только то, что приходит сюда с уровнем 2. и в deployment properties это то, что мы делаем в read deploy, какой файл отдаем. Ну, то есть, понятно, в application properties обычно это какая-то у нас надстройка готового сервиса, а в deployment properties мы там уже пропишем свои файлы, специфичные для QA, специфичные для production и так далее. Вот здесь все понятно. Вот здесь может быть непонятно. Вот это более такой real world example, да, когда у нас есть один из точек, HTTP point там, HTTP endpoint 880, да, который принимает данные, на которые кто-то управляет данные. И нам нужно построить следующую схему. Нам нужно открывать это на BMI процессор, а он потом будет записывать в ходу. Нужно это обрабатывать груви фильтром и записать в файл. Нужно потом груви фильтром трансформировать и записать все в софте. Ну, это штука довольно сложная, но вполне себе. Как мы можем эту штуку по handling? Во-первых, мы создаем первый стрим, как вы до этого и создавали. А при создании второго стрима мы должны ответвлиться, это так называемый tab, ответвление от HTTP. Это делается с помощью указания ариаса этого самого HTTP и в боковой скобочке груви фильтр файл. То же самое мы делаем со стримом 3. Какие есть особенности этого тэпа? Во-первых, да, чтобы его указать, я ответвился, нам нужно по такой схеме работать. Две точки, имя стрима и обделожение. Далее, для чего они используются? Они используются для того, чтобы перепадить данные с одного из потока дата, который там курсирует, и передать его вниз, а в другой. Они никогда не модифицируют поток, который они перепадают. Они могут только копировать данные себе. И очень важная штука. Если вы, допустим, удалили на локом слайде самый верхний стрим, стрим 1, то остальные продолжат жить. То есть удалятся два микросервиса, которые в HTML и HTTP продолжат жить. И как бы не удалились. Вот. Так выглядит, в принципе, построение данных. Далее. Аналитика. Как там уже была стрелочка влево на XD, есть поддержка real-time аналитики. В чем она заключается? Ну, во-первых, она используется Redis для вычислений. Еще есть поддержка GFile, кажется. Но это повелковское решение. Я себе его оставил, никогда не пробовал. Обычно использую Redis. То есть, если вы хотите поддержку аналитики, опять же, не ставите себе речь. По дефолтным портам все будет работать. Ну, как все в Spring-е. Есть поддержка, опять же, real-time аналитики. То есть, вам не нужно ждать определенного времени, когда он перестроит за графики и так далее. Прямо в режиме real-time аналитики он будет меняться. Spring, как и в случае с сервисами, дает несколько counter. 2-го Out-of-the-box. Ну, то есть, из коробки. И дает сразу же REST API, по которому можно получать данные аналитики. Для чего это нужно? Для построения своего какого-то красивого UI. Потому что, да, Spring дает и UI из коробки, но для большинства случаев он не подходит и приходится рисовать какой-то свой. Если мы говорим о counter, то какие сейчас есть Out-of-the-box counter? Во-первых, есть самый простейший counter counter, который просто считает количество сообщений, которые дошли до конечной точки или до той точки, которую мы указали. Тут, не знаю, просто вместо того, я не знаю, вместо того, чтобы делать query из конечного тинга, мы можем использовать вот этот counter и получить итоговое количество сообщений. Далее, наверное, мы распространяем неудобный counter, это field value counter. Он считает количество уникальных значений PLO. Допустим, у нас есть JSON, да, который говорит, что была произведена операция по кредитке в таком-то городе. И мы можем настроить его так, что он построил грязь, в каком городе, там сколько кредит, сколько операций по кредитке было произведено. И в это все время время. То есть, кто-то платит, данные приходят в наш PTP, эта штука как-то фильтром обрабатывается, выходит в наш counter и мы получаем обновленный график. Ну и третий тип, это агрегирует counter. Допустим, он сохраняет общее количество, но при этом позволяет делить его по минутам, часами и так далее. И это очень удобно, если мы хотим посмотреть какую-то тенденцию в наших запросах получения данных, хотим посмотреть пиковые какие-то моменты, когда у нас наибольшее количество записей приходится. Ну и естественно, вы можете написать в свой counter, как на реализован интерфейс. Сейчас будет демо, надеюсь, что оно заработает, потому что здесь тоже есть опасения. Что мы будем на нем делать? Мы будем смотреть, чем живет сейчас мир. Как мы это будем делать? Мы будем считать хэштеги, которые приходят из Twitter и смотреть, о чем же люди пишут. Для начала, что у меня здесь есть? Саша там уже перед установкой CloudFoundry. У меня есть в этой папочке, смотрите, DataFlow CloudFoundry и обычный который. Так вот, если вы используете как рандайм, допустим, CloudFoundry, на отбанну, чтобы запускать только вот этот файл, условно, если локальный, то вот этот. Ничего сложного, в принципе, нет. Еще один, ну, понятно, что это вы все можете выкачивать из моего рекомендатора. Если же вам возможно вас есть опасение о том, как мы его там собрали и положили на сайте, то вы можете просто добавить как dependency DataFlow Server в ваш Spring Boot приложение, поставить магическую анализацию, enable DataFlow Server, и вам поднимется вот точно так же, как сейчас, то у меня сам умеет. Вот. Сервер. Поехали. Вот. Ну, здесь, как видите, обычный экспирент будет приложения, ничего страшного нет. Далее, вы, как это все шутки, должны подключить Shell. То же самое. Обычный экспирент будет приложения. Shell. Снимаем, там, в версии. Вот. Опять же, если по умолчанию... По умолчанию. По умолчанию. Это, как говорится, подниматься вместе с этим парком. Оно дает сразу белайку, да, которая может там по старпоклассу посмотреть. Если, опять же, порт с дефолтой, то нас с дефолтом должен подконнектиться с дефолтом дефолтом. Сразу же, что мы делаем? Ну, help или что? Помогим. Вот список команд, которая поддерживает. Что нам нужно сделать для начала? Для начала нам нужно зарегистрировать наши, да, сервисы, которые мы потом будем по этому дефолту. Это можно сделать через AppRegister, а можно же через команду AppImport, которая подтягивает с интернетика мета-данные по приложениям Spring. Допустим, я пишу HTTP, сокращенная ссылочка. Вот здесь интересно, кстати. Есть такая некая конвенция. То есть у нас есть стримы, у нас есть ставки. И Spring говорит, что если вам нужно стримы, пишите стрим. Мне нужны АПЛИКишни для стрима. Потом, мне нужен Рэбит или мейм. Но мне нужен Рэбит. Кстати, да. Спасибо, что напомнили. Нам нравится штука, еще нужно обслужить. То есть нам нужно запустить Рэбит. Рэбит запущен. Потом мы запускаем. Текундочку. Нам нужно запустить Рэбит, где он на Рэбит. Рэбит запущен. Теперь нам нужно запустить эксперимент. Отлично. Так вот. Если мы вернемся сюда. То мы здесь можем отстремить либо мейм, чтобы получить определенные антифакты, которые имеют в виду Рэбит или Рэбит. А третьим, четвертым параметром, мы можем указать здесь мейм либо токер. Почему есть поддержка токера? Потому что это модно-стильно, удобно. Но еще потому, что, например, губернет, он работает только с токер-иммерджами. И он не работает с обычными файджарами, которые мы сейчас готовим. Поэтому здесь мы напишем мейм. И так. Мы получили какую-то мета информацию. Теперь если мы сделаем апплист, который нам красиво нарисует, что парень, у тебя есть вот какие-то процессоры. Если мы вернемся в нашу гайку, мы теперь видим, что здесь куча аппликейшн подгрузилась. И если я хочу построить стрим, я могу вот использоваться даже замечательным UI. по выносить сюда, вы видите, как я описывал свои картинки. Просто копировал отсюда враги. Соединяем и так далее. По итогу вы получите вот здесь. тот DSA, который я писал в definition и так далее. Помимо этого, там можно указать, настроить и сразу. Ну, в общем, UI, UI, да? Все понимаете, чем он полезен. Вот. Далее. Если здесь посмотреть, вот в последнем приложении, DFL, которое Spring дает, есть Twitter Stream. Если открыть его исходники, там есть патема, которые бегают на Endpoint и скребают от этого все Twitter, где-то цветы, да, по-моему, не понял. Если я хочу сделать, посмотреть, что там вообще это за Twitter Stream, я пришел в Source, Twitter Stream. То есть как его расстроить? Ага, дальше. А, ну, следующий. Первый. Вот. И так как он тоже поддерживает то, что я говорил, здесь даже видите, есть тип данный. Ну, из-за масштаба чуть-чуть, конечно, на себя полоскал. Если посмотреть, здесь есть тип данный, про предыдущий, чтобы он вдруг чего не потерялся. И какие вам нужны параметры предоставить, чтобы его запустить. Конечно, это все необязательное. Но для работы именно Twitter оно должно. Для того, что нам нужно ответить, пойти на apps Twitter.com, зарегистрировать здесь какое-то там свое положение, ввести какие-то дальние данные. Сейчас мы с этим получимся. Вот. И здесь по итогу получить какие-то ключи, там, коды доступа и так далее. Вот эти штуки. Ну, и по итогу, если... Не буду, конечно, копировать меня. Мы готовы еще. Вот. По итогу мы можем написать следующий запросик на DSM. Что здесь нас интересует? Ну, во-первых, мы включим Stream Create Tweets. Имя нашего Stream Create Tweets. С таким определением. Это должен быть в соусках Twitter Stream. И сразу же передаем ему property. Консервный key передали. Передали им консервный secret key. Аксервный key и так далее. Ну, то есть они интересны. Далее. Вот пайк, который говорит, что они теперь довольно свой процесс отдали. Процесс тоже стандартный фильтр. С определенной property. Property, которая evaluает expression, да? Экспрессион следующий. Он говорит, пожалуйста, абсолютно трудно так, чтобы все пайлоды... Ну, проходили дальше только все пайлоды, у которых Land... Land это... Как бы... Джейсон ключ. Он идет по всем. Циклическим. Был равен английским. То есть вам что-то китайцы, что-то написали и так далее. Вот. И пиши мне это все в локт-файл. Вот. Я создал Stream. И теперь, если я, допустим... Пойду сюда. Стрим бить. Вот он есть. Он еще не за деплой. И вот он с деплой. Стрим. Деплой. Ждем. Потому что в данный момент он начинает подхватывать этот вид с интернета. Вот. Если мы вернемся на этот локт. Вот здесь он пишет. Видите? Я создал вот такое приложение. Создал вот такое приложение. Создал вот такое приложение. Создал вот такое. То есть, по сути, после этой операции у нас в рандайне уже три модуля. Это twitter stream, фильтр и локт. И давайте посмотрим, как эта штука у нас здесь работает. И вот так. И вот сюда. Ром. Открыть слот. Здесь вот здесь открыть. Вот. Видим? Ну, данные меняются. На карте данные, понятно, не отформатировано. Ну, данные бегут, бегут, бегут. Далее. Теперь же нужно построить аналитику. Что для этого нужно сделать? Для этого нам нужно создать еще один стрим, который бы отверглился и делал нам все, что нужно. Потом он пишет. Stream. Create. Какой-то takeout. Definition. Вот здесь мы начинаем делать так. Вот здесь указываем фильтр, потому что нам нужно уже без китайцев. Китайских решитаем эту информацию. Здесь указываем, что это field value counter. Опять же, вот эти все каунтеры, которые я подошел, это уже готовые затемные приложения, которые можно настраивать. Вот. Field value counter. Что-то нам нужно забыть. Ага. У него поле field name. И здесь мы опять же, если открыть этот JSON, в себе он содержит следующую структуру. Это entities, hashtags и текст. Вот. Ну, это в принципе мы, в принципе, идем через точку по JSON ключа. И дадим ему видно какой-то хэштег. Вот. И можно сразу же его затыкнуть. Экран. Вот. 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 Теперь если мы вернемся на JSON в город. Как я говорил, что уже готовы дать лайки. Откроем здесь ссылочку на Analytics. Выберем а. Выберем хэштег. И выберем его по получению. А. То мы увидим, что вот эти наши хэштеги прилетают там в реальном приеме. В общем, да, я их допускал несколько раз. Очень часто кто-то, походу, набивает себе хэштеги. Около их вразились. В общем, в принципе, нормально. Идеальное решение было бы создать какой-то процессор со словарем. Да, условно. Который бы мы дописывали какие-то фиктивные хэштеги. И потом бы несколько фильтровал. А еще прочее, если бы мы создали PML модель, в которой мы обучали нашу систему, как распространять эти хэштеги. Вот. Чуть-чуть, пусть это как вас привлекает. Чуть-чуть расскажу, почему мы должны использовать месседж middleware. Вот эти компоненты типа Redditor. Допустим, наш field value counter отвалился, да? И мы не можем собирать своих аналитиков. Хотя для нас жизненно важно узнать, какие там хэштеги прилетали. Условно, пять минут назад. Это совершенно будет храниться в Redditor. И как только мы опять поднимем field value counter, он сразу же запросил эти все данные. То же самое, если у нас вдруг отвалился от фильтра по дороге. То есть на source help приходит хорошо, фильтр отвалился. Опять же это все сохранится в Redditor. И потом нужна эта штука заново запросить. То есть потери данных быть не должно, что довольно-таки страшно. Но ее быть не должно быть. Далее, если мы вернемся чуть-чуть к докладу. Последний же слайдик. Вот эта штука, которую я показал в Cloud Catafone, это переписанные в XD. Большинство фич. Они уже были в XD как их главный киллер фича. Это вот взаимодействие с Cloud Foundry, к примеру, с другими ротами, которые описал Саша. Она завиделась буквально в июне или в августе. В июне или в мае. Вышли какие-то уже первые версии. Нам провели тренинг фегасный по этой штуке. Было видно, что они делают у него много. Потому что, по мере тренингов, я еще посетил там три доклада на той же конференции, где было именно про эту штуку. То есть большие ресурсы на них сейчас складываются. И консюнеры тоже большие. И, как бы, тоже так же говорилось, какие фичи планируются дальше. Но, во-первых, они хотят добавить такой же DSL, как для стриму, для джоба. Что такое джоба? У всех проекты есть штуки, которые запускаются каким-то тридером. Ну, либо же высказываете еще разговаривать. Тридером запускаются там ночью и так далее. И частые случаи, когда у вас одна джоба запускает другую. Но это, в общем, плохо. Все как-то не явно. Все может породнить. Так вот, они хотят создать DSL, который позволит деплоить таски, которые будут выполняться друг за другом. Ну, то есть примерно как стрим, только это будет вот Spring Cloud у нас. Далее, они хотят добавить RoleWave Access. То есть сейчас есть поддержка авторизации Solta, по-моему, чтобы подключить и так далее. Но они также хотят добавить именно Role. То есть, чтобы один человек мог создавать стримы, а другой мог им деплоить. И третий что-то еще там делать. Ну, понятно, когда для продакшен нужно. Там идет распределение ответственности и так далее. Далее, они хотят собрать опять же бэк с клиентов, которые сейчас используют DSL и начали использовать Dataflow. Узнать, какие у них проблемы есть. Как мы можем с помощью дефолтных вот этих сервисов, как вы видели, я только что использовал Spring Cloud. Как с помощью этих сервисов, которых можно наибольшее количество клиентов удовлетворить. Далее, они хотят улучшить мониторинг, для того, чтобы понять статус. Есть только RoleStatePoint. А все вы там видели доклады на прошлое. Снежали, есть такие штуки, как historyx дашбор, которые там собирались. И все курсуют красивые дашборки. Вот в эту сторону они должны двигаться. И последнее. Они думают внедрить туда проект Spring Cloud Sys. Буквально пару слов о нем. Это последний проект, ориентирован в первую очередь на микросервисе. Который, по его теле, сейчас во всю там уже работает. Вот. В чем его суть? Обычно как у нас в микросервисах? Есть какой-то gateway, да? Ваня рассказал про Zoom, Netflix-овский. Который, кстати, уже был кризисом под реактивный подход. Именно из-за того, что он не выдерживал. Вот. У нас есть gateway-сервис, который принимает, при первой очереди, потом отправляет их по другим сервисам, по другим сервисам. И вдруг у нас что-то отвалилось. Как понять, почему это отвалилось? Там вес? Как понять, какая цепочка вызова привела? Ну, микросервис — это сложно. Другое дело, там, монолитик, да? У нас здесь стек-трейсом условный. И можно посмотреть, где же именно была ошибка. Клоунсервис позволяет, присваивает каждому реквесту, либо реквесту, в которой вы хотите. Коммуникальные инишки. И потом с помощью решений для агрегатора блога, например, какие-то вот стэш и бана. Либо же с помощью специального проекта Zipki вы сможете аккредитировать логи именно вот этот реквест. И вот тот же проект Zipki может вам показать, какое время занимает, ну, базируясь на вот этих таймстэмпа блоков, какое время занимает работа какого микросервиса. Ну, это, опять же, для мониторинга очень удобно. Вот. Ну, вот примерно такие у них ожидания. Пару дней назад, потому что версия 1.1. Generalibility. Еще один момент. Да, они выпускают в версии отдельно ход каждый рантайм. То есть, вот я показывал Cloud Foundry, допустим, 1.1.0. Для кубернесса это может быть 1.0 и пока что ходит. То есть, идет параллельная разработка, потому что, ну, как бы их основная задача, это сработаться с коннекторами, которые есть в рантайм-решениях. Потому что, если бы я сейчас запустил Cloud Foundry у себя и написал бы вот этот стрим мой деплой, то, по сути, он бы выполнил в Cloud Foundry CfPush. И то же самое, когда я свои property на конфигурую, что чувак, а ну-ка, давай мне несколько инстансов, то он считает свои property и потом скажет, ага, напиши мне команду минус item в какой-то серии 4. Вот. Ну, я пока что на девелоперском версии. Вопросы? Добрый вечер. Скажите, а можно ли настроить вот эту статистику? Вот, да. А, чтобы она мониторила, как называются, методы растопия? То есть, не ожидает на времени, чтобы был мониторинг, и используются их, не используются. Смотри, я же там написал, что обычно с данными уходят сервисы, которые ориентированы на дейнер, ну, то есть, на работу с данными. То есть, для мониторинга тебе лучше использовать хистерикс. Хистерикс — это что мы даем. То есть, если там, можно посмотреть, идет в прошлое синтраны, там ваня нужно показывать, как ты кликаешь, кликаешь, кликаешь на свой растинфоид, а тебе хистерикс в рандаре прямо строят на сети. Вот. Это что-то больше для, ну, бизнес-решения. Это не девелопер, скажем, что играет, а бизнес-решение. Тебе нужно потом этот график там выводить в твиттере на большой экран, и у нас в твиттере очень красиво работает. Вот. Это хорошо. Хорошо. Спасибо. Вопрос такой. Когда делается деплой какого-то приложения, да? Ты смотри, я показал, как можно сказать, не понял. Я же показал, что сорвало сразу три. Да, да. То есть, ты пишешь файк, а сразу три для всех деплойятся. Они деплуются все на один нод, или можно указывать, на какой нод? Еще раз, нод ты имеешь в виду? Ну, вопрос, как бы, что тут является нодом? Я так понимаю, если его можно интегрировать в CloudFarm, да, то есть там будет запускаться какая-то передавная или под любым провайдером структуры, да, сервисами. Там запускаются машины, и указывать на какую машину сколько инстансов вот этого, или деплуются все вместе. Я думаю, это все решается через property. Ну. Вот так. Сейчас. Деплой, деплой. А, ну да. В общем, каждый вот этот сервис получает свой класс сразу же. Да. А на какой ноде CloudFounder, ну, это, скорее всего, где-то записано в property. Да. То есть это уже не его. Да. То есть, ну, дата-флоу, спирт-флоу, он по-своему просто выполняет команду. Ну, либо Plastic property выполняет команду. Он работает через, как бы, те же поины, через которые работал Саша через command-line-интерфейс. Ну, все. Чашек много. Как оказалось. Да, сейчас еще разочараюсь. Я думаю, что уже все устали и как-то, эм, деплажа, все смотрят на что-то есть, но он некрасивый. Я его не упал. То есть, да, видим, что он пишет обо всем другом обычно. Оказывается, Азия. Да, Азия. Ну, походу, пришли к какому-нибудь, там, ну, словно через 10 минут можно какому-то цену прийти и понять, о чем люди все-таки говорят. Азия. Ну, вот, спасибо за доклад. Очень нравится. Спасибо. Еще раз. Спасибо за доклад. Очень нравилось. Было интересно. Вопрос такой. Вот эта технология, поскольку она сырая или уже пробированная, где-то, ну, она уже где-то на продаже не реально используется, например, что это какая-то новинка? Или это просто вот из новинок, и вот когда-нибудь он дойдет? Смотри, вот это что-то, даже на языке есть. То есть, вот эта штука, которая зависит в 2014 году, есть, похоже, там тоже UI-ка там всех же стилер не выполнена. Вот, то есть, ее использовали и на основании этого использования реальные клиенты решились реальные проблемы, о которых я сказал. Cloud Dataflow, ну, вот он, там, ему три месяца, да? Но это Dataflow, причем ему, вот в хиллере, разница там между первым и вот этим, это то, что он использует в внешний раздай. А в первом, в XD, там используется патч-сву-кипер, вот, и они от него отказались. Они говорят, ребята с Cloud Foundry пишут лучше, мы будем использовать их на тайне. То есть, если у киперов выкидываете с XS? Ну, как-то, XS уже не поддерживается, уже полкода как-ли. Проект XS не поддерживается, смотрите все. Ну, а не Cloud Dataflow, вернее, пока тоже есть им. Кстати, насчет линдков, я, как бы, моего дата нет, но если есть, нажать BAL, то, по-моему, основные, да, варианты, конечно, же идут. Спасибо. Так, все, да? Больше не будет трудный и трудный выбор с помощью одного. Ну, всем, кто задавал, я насчитал трейдер. Ага. У нас как раз есть три. Хорошо? Ну, я тоже, конечно, все. Походите. Ну, вот с надарик чашечкой. Может, это игрушечка уже? Игрушечка? Я согласен. Кто хочет получить отличного дюка, вообще, вопрос, шикарный. Ага. Могут подготовить доклад, выступить, попозориться и получить отличного дюка. Так что все, все приглашаются. Пока никаких ограничений по темам нет, главное, чтобы оно было как-то связано с Джарой. хотя бы одной минуты. Хорошо, welcome. А в следующий раз будет еще? Это очень хороший вопрос. Вообще, как бы, в следующий раз будет тогда, когда мы получим темы докладов, которые будут докладываться, и плюс какое-то время для того, чтобы эти доклады подготовить и обработать на линии. Ну, это как у нас внутри происходит. Ну, выбирается тема, тема как-то прорабатывается, предзащита, одобрение и добро пожаловать. Ну, обычно, когда выбирается тема доклада, есть полтора места, за которые хочешь, не хочешь, а потом. Собственно. Так что, никаких четких дат нет. Я надеюсь, если у вас возникает плюс, вы можете сразу связаться с нами через соцсети, сказать, я хочу сделать доклад. Ну, с удовольствием с вами. Так. А, вот, кстати, еще включи, пожалуйста. Не, пожалуйста. Так, кто бы сказал, что у него загибло? Нет, вообще-то еще не загибло. Ну, вообще, главный момент, чистить реализм после этого, да? Так, у нас есть еще пять волшебных штук, которые мы сейчас разобираем. Среди тех, кто смог все-таки досидеть до конца этого волшебного доклада, у меня где-то есть списочек победителей, которые мне, в любезно, предоставил рандомбор. Итак, я буду называть числа, а вы внимательно смотрите, то, что у вас довольно-таки написано, может быть, вам полезут. Итак. Итак, первый победитель. Первый победитель. 289. Есть такой? Ай, хорошо. Хорошо. Так. Ладно. У меня тут их на самом деле не ровно. 75. Ну-о-о. Ну-о-о. Волшебная шука. Не говори, блин, секрет. Секрет, да. 158. Второй упадет ванну. Там он из батаков. Есть и 31. Ранил. О! О! Давай тыщи. Спасибо. А какой только шум? Было. Давай еще, ты не помню. 159. 159. 159. 159. 159. 159. 159. 159. Двузначно. По просьбам, по просьбам, все еще будет двузначно. 159. Сегодня много девушек. И это немножко рано. Спасибо. по полной круглящихся 51. Полноса погрузящихся 51. Видите? Как я попал? На 30-ти написано, а не надо. Подожди, а о точности? Так, все, латарки на сегодня у меня закончились. Чашечка. Осталась чашечка. Давай, чашечка. Долпу бросай! Я не отдам дело. Большое спасибо за то, что вы пришли нас послушать. Если у вас есть вопросы, вы можете подойти еще с нами, мы будем опять поговорить, пока мы здесь все. Всем большое спасибо.